Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале, меня зовут Инга, и сегодня мы с вами продолжаем играть в «Ведьмак 3. Дикая охота». Итак, это... Правильно, горят сынами ублюдки, горит храмовая стража, или как там она там называется, и я так понимаю, что все горожане исключительно радуются этому зрелищу. У нас с вами поиски лютика продолжаются, и весь этот барабун, большой барабун, устроила Трис Мерегольд, ну и мы ей, собственно говоря, помогли сжечь все эти казармы. У нас по заданию найти тайник, оставить священную книгу, но, друзья, дело в том, что мы с вами увлеклись, очень увлеклись, идя по основному нашему заданию, тем не менее, во-первых, собрать что-нибудь из тюков, это наша прямая обязанность. А во-вторых, я хотела посмотреть, и для этого давайте-ка я зайду в свой инвентарь, у нас были какие-то штучки, с которыми нам надо пойти к Трис и поговорить с ней об этих штучках. А это именно нефритовая статуэтка, вот эти вот все вещи. Поэтому давайте-ка я зайду в свои задания и посмотрю, что это у нас такое. Так, охота за младшим. Ага, ублюдок младше. Носкельки нет, дополнительное задание, мечи, вареники, высокие ставки, квинт, кулаки, квинт, квинт, банды. Ах, уроки фехтования, друзья. Ага, нас ждет урок фехтования. Статуэтка дворянина, 14 уровень, слушайте. Вот-вот-вот, поговорить с Трис. Итак, у нас с вами уроки фехтования. Давайте-ка мы проследим сначала фехтование, а потом вернемся к статуэтке. Потому что я думаю, что, конечно, конечно, Лютик сидит, где-то страдает, он ждет помощи. Ну, это же Лютик, я надеюсь, что он действительно посидит еще немножко. Смотри, какой бородец, смотри, какой разговорчивый. Как там было? О, это наша пассифлора, наша пассифлора. Да, ну, Герет, ладно, подожди, пока не время. Пока не время у нас с вами урок фехтования. Поэтому давайте-ка туда и наведаемся. Бежали, что ли, побыстрее нам? Плотва? Нет, не плотва. Плотва, как я и говорю, где-то отдыхает, отжирается, наверное, как обычная плотва. Всегда найдет, что сожрать. Сожрать и не что-нибудь, а что-нибудь вкусненькое. Так, здесь у нас кузнец, но здесь у нас бедный кузнец. Если мы сейчас увидим какого-нибудь торговца на плот. Подожди, Лютиксака, нет, мы здесь уже были, нам не сюда. Да никаких проблем, сидите, играйте дальше. Вот, площадь Иерарха, мы здесь можем что-то продать. Так, здесь был обменник банк. Травник и... Служу, да, служу. Так, вот, спонсор, давай торговаться, тебе что-то продать. Лучшего товара не сыщешь. Вообще-то я с тобой поговорить не могу. Прошу, прошу. Не надо меня просить дважды. Покажи свои товары. Так, да, и вы мне говорили продавать всё, что только можно, всё, что только можно. Чё-то как-то он и не особо... Так, поэтому давайте-ка освобождаться от всех этих шкур, да? Да, 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 продаём. А вот куклу для магических ритуалов, я не знаю, может быть, даже и оставить. Так, всяческие бокалы, куклы, шкатулки. Так, ну это не то, что нам оттягивает карманчик. Нам карманчик оттягивает, собственно говоря... Кстати, а, это что такое? Две меритовые кандалы. О, их, наверное, можно разобрать. Да-да-да, он древерит даёт. Так, а вот чернильницы, наверняка её можно продать. Так, так же, как и серебряный... А, всё, торговец, ты какой-то бедный, смотри-ка. Будь здоров. Будь здоров. С тобой отторговались. Так, теперь мне нужен кузнец или броняк. Не помню, был он тут не был? Наверное, был. Его вспотел весь. С такими-то железяками на спине. Это не только на спине. Всё-таки железяки в основном меня угнетают те, которые у меня в рюкзаке. Где-то был тут был. Не трогай меня! Не крутите этот кнусный балаган. Танцы на весельнице, это всё-таки уже через тюрьму. Танцы на весельнице, да, это действительно через тюрьму. О, смотрите, Тамара. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Ну, Тамара с ними якшилась. А вот и броняк. Так, ну-ка, иди сюда. Мечи высший сорт! Ой, а какие у меня мечи, слушай. Ну-ка, покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Какие у меня для тебя есть вещи, ты даже не представляешь. Вот, держи. Держи, всё, я тебе отдам просто, вот, не глядя. Все топоры. Так, невигардские, всё, забирай. Денег у него много, как видите. А у нас много вещей. Так, ну что ж, продаём славу севера. Продаём. Так, серебряный и стальной. Даём, друзья, всё. Так, что это такое? Сапоги, они хуже. Штаны. Понятно. И всяческую вот эту вот ерунду мы тоже продаём. Отличненько. Деньги растут, килограммы падают. Это всё, что нам, в принципе, от этого броняка было нужно. Так, ясно. Всё, до свидания. Мы торопимся на урок фехтования. Будь здоров. Так, ну вот. Да, прям не крутись. У меня ещё указывались. Умный, я сразу пойду. На этой стороне. Так, так, так. Где выход? Где у вас тут выход? Нет. Есть на что вас положить. Ещё. И насколько я помню, да, это мне бежать-то в этот богатенький райончик. Куда-то сюда. Да-да-да-да-да. Девочка, наперегонки побежали, побежали. Почему у вас такие сраные глаза? У меня очень красивый глаз. Серебряный мизак. Так, вот тут ещё кто-то смотрит. Ты кто такой? Зажиточный горожанин. А нет, не с тобой мне надо разговаривать. С вами. Приветствую. Вы по какому делу? Я повар. Я договорился с Розой. Я договорился с Розой об уроке фехтования. Геральт из Ривии, правильно? Да. Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту. Просила, чтобы вы к ней присоединились. Интересный, чувствую, будет урок. Спасибо. То есть, мне бежать обратно, да? Уроки с Розочкой. Вот бегают тут по всему городу. А я думала, это будет свидание. Меня угостят чайком. С малиновым вареньем. Но нет, очевидно, мне не светит. Ни мне, ни Геральду. Так, храмово мост. Так, далеко пошла гулять. Не пугай порядочных людей. Что за воплер? Уплюдки? Геральд, ты что, с ума сошел? Ты что, с ума сошел? Где твои мечи? Я не понял, я что, продала все мечи? Не может такого быть. Стоп, 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 рюкзак. Ну вот же, стальное. Хорошо, но даже если он... Ромника. А, у меня нету никаких ремонтных наборов, но неважно. В чем дело, почему ты его не можешь взять? Ты бедна. Ты голодна. И у А. А, я ничего не понимаю, что у меня с оружием, почему я его не достаю. Ну ладно, да, это кулаки. Ну? Очень странно, очень странно. Ладно. Разберемся с этим потом как-нибудь. Углюдки там будут разгуливать. Так, ну-ка где? А ты чего тут? Явольское семя. Беженец. Не пускает его в город. Смотрите, он прям аж на коленях стоит и моляет. Слушай, ну-ка, 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 ну-ка. Вали отсюда, олень. А я олень? Это я, ты? Ладно. Очень уж далеко барышня ушла. Это метр из... Это вот это вот храмовый мост? Очевидно, да. Ага. Ну, привет, Роза. Ты всегда гуляешь с полком нильфгардской пехоты? Всегда. Папа велел. Это для твоей же безопасности, Роза. Люди нас здесь ненавидят. И за что это? Что я им сделала? Да хватит об этом. Солдат, можете идти. Но его превосходительство, посол Воратры, говорил, что... А мое превосходительство говорит совсем другое. Ты его не узнаешь? Это Геральт из Ривии. Лучший фехтовальщик Севера. Который не может оставить свой меч. Ничего не грозит. Ну, кругом шагом марш! Раз-два, раз-два! Наконец-то. Ну, Геральт, пойдем. Я тебе кое-что покажу. Да что ты. Мы договорились об уроке. Мы условились об уроке фехтования, а не о прогулке, так что. Знаю, Геральт. Не нуди. Просто иди со мной. Геральт, не будь занудой. Нечего языком трепать. Ну, пошли, 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 пошли. Бегать ты тоже умеешь быстро? Смотри-ка. Не умеет. Порядок, есть порядок. О, олени гоняют. Видишь ли, я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе. Поединок на мосту. Как в романе. Ну, вынимай меч. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных? Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет? О, да. Ну, а если я тебя... Я не хочу причинить тебе вред. Я не хочу тебя поранить. Лучше смотри, как бы я тебя не поранила. Ну, давай, Геральт. Защищайся. Быстрый. Ау. Ай. Да перестань. Я сдаюсь. Ты в порядке? Сдавайся, сдавайся. Да. Единственное, что ты серьезно ранил. Мою гордость. Ах, да ладно. А откуда у тебя вообще интерес к фехтованию? Кстати, откуда у тебя взялся интерес к фехтованию? От скуки. Знакомых у меня здесь нет. Отец меня держит в ежовых рукавицах. И все время одни банкеты. Ненавижу банкеты. Ага. Разговоры скучные и доль гнусные, а лычка херовая. Вот именно. А с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться. Выпустить пар. Ну, хорошо. А что теперь? Ну, хорошо. Так что теперь? Возвращаемся домой. Только, Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается. Ой, Геральт, она сейчас убежит. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью. Но драться в корсете, он же сковывает движение. Ро... Роза. Ох уж, это Роза. Сбежала. Если с ней что-нибудь случится, Воратра оторвет мне башку. Да, Геральт, ты еще набегаешься от искателя. А, ну вот, вот ее следы 48-го размера. Геральт, видишь? В той стороне семь котов. Ну да, девчонка решила развлечься. Да-да-да-да-да. В кустике, в кустике, Геральт, в кустике. Если это, конечно, ее. О, кот. Да не хочешь ты забралась от Нильфгаарда, солнышко. Я не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Воратра. У нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с Нильфами. Так, слушай, вы узнали. А что тут удивляться, Лукас? Ну-ка. Ведьмака всегда тянет к чудовищам. Ага. А с этой чудой мы еще разберемся. Смотри-ка, какая деловая колбаса. Ну-ка, отвали. А я тебе скажу, чтоб ты понял. Отъебись от нее. О-о-о, Геральт. Ну надо же. Теперь уже не только черные желают нам приказывать, но и ведьмаки. Только вот я ни тех, ни других слушать не стану. Хватай его, Лукас. Лукас, ты что, с ума сошел? О-о-о. Мужики, ей-богу. Надо было их, наверное, просто так утихомирить. Че, резать-то. Нет, он все-таки на меня лезет. Смотри-ка. Бежите! О-о-о. Теперь ты понимаешь, почему твой отец настаивает, чтоб ты ходила с охраной? Чтобы они могли меня защитить. Как ты? Нет. Лезть не надо, куда не надо. Чтобы до такого не доходила, Роза. Из-за твоих капризов погибли люди. И что? Я должна уронить над ними слезинку? Устроить минуту молчания? Они получили по заслугам. Гниды. Пора закончить урок, Розочка. Урок закончен. Запомни то, чему ты сегодня научилась. Думаю, тебе часто придется обнажать меч. Я не понимаю тебя, Геральт. Почему тебя так взволновала судьба двух пьянчужек? Чем они тебя так тронули? Мир будет лучше без... Я думаю, тебе пора домой. Самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. Ох, друзья, ну что же делать? К сожалению, остались от этих товарищей только куриные ножки. И шипящие коты. Не хотела я их убивать. Не хотела ради этой взбалношной... Папенькиной дочки. Возможно, что все могло быть по-другому. Слушайте, Ланя, вы что тут делаете вообще? Зачем мы загнали в город стадо Ланей? Как-то прям вот мне грустно стало после этого задания. Самое время позвать нашу плату. Где она, кстати, как ее звать-то? Я уже забыла, как зовут плату. Где ты, моя верная лошадка? Где моя верная лошадка? Таких, как ты, вообще в Новиград пускать нельзя. Вот она. Вот она. Платвища, давай-ка я посмотрю на тебя. Вот у тебя новое седло, новые седельные сумки. Очень все красиво. Ну, седло просто прям аж кресло какое-то. Не знаю, насколько оно удобно. Удобно. Вперед плотва. Давай-ка прокатимся с тобой. Что-нибудь случилось? Нет, ничего. У вас тут просто 100 долей не бегает. Это так все нормально. Так, ну и второе задание, которое я хотела сделать, это добежать до Трис. Трис. Ой. И это было из дополнительных заданий. Статуэтка? Да. Поговорить с Трис. Ааа. Слушайте, краснолюбин. Ужау! Давай-ка. Ой. Улык. Разойдись. Так, а вот у нас определилась дорога. Идем мою старушку. Идем мою старушку. Нет, я не видел твою старушку. Да, плотва быстро в городе не бегает. Вечный огонь. Спокойно, вечный огонь. Почему Геральт не захотел убить людей? Ублюдка? Вот это мне странно. Может быть он действительно сейчас, пока это задание, связанное с ним, не будет ступать в бой. Но чародей было именно в моем мире у тебя. Этот дом, он всегда такой кривой был. Да где там? Построили ровный был. Пока не поселились здесь двое, которые вешали. Ой, нет. И у них нет. Пока вадится, Трис, она здесь, в этом доме? Да? К кому? В Трис. Я ей сразу говорила. Никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго. Ты посмотри, какие, а? Трис, вот ты себе это завела тут. Жилье. Порядочный дом. Весь перекосился. Боже мой. Он же сейчас обрушится. Где-то есть. Порядочный дом. О, да. Привет. Да, Геральт. Ты сохранила розу памяти. Я видел, что ты сохранила розу памяти, которую я дал тебе во Флотзене. Кажется, это было так давно. Наверное, потому что многое изменилось. Ты сохранила ее на память? Отчасти. Ну, прежде всего, как предупреждение. Ну, тогда давай поговорим мы с тобой. В принципе, Трис, как-то не было времени поговорить. Рассказывай. Ты давно в ней играли? Достаточно давно, чтобы научиться, как здесь выжить и не попасться. А до этого, где ты была? До этого мне тоже как-то удавалось справляться без твоей помощи. Но это не значит, что я не рада тебя видеть. Понятно, понятно. Понятно, понятно. Так. Посмотри-ка на эту фигурку, Трис. Посмотри, что я раздобыл. Артефактная компрессия. Это статуэтка. Заколдованный человек. Да ты что? Сможешь его расколдовать? Конечно. Похоже, об этом бедолаге просто забыли. Похоже, это дворянин? Он похож на дворянина? Может, он и есть дворянин? Идем. Я не могу провести ритуал прямо здесь. Ага. Все готово. За работу. Паскудное местечко, вообще-то. Я тебе точно хочу сказать. Это домик. Угрюмое место. Это правда. Выглядит так, как будто здесь обитает вампир. Поэтому я так уверена, что нас никто не потревожит. Дай мне фигурку и отойди. Так, ну давай расколдуем дворянина. Попробуем его расколдовать. Думаю, это дворянин. Приготовься. Никто не знает, кто он на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, приготовимся. Если мне надо было починить мой... Триис? Покажи, что ты там сделала. Ты на ланда, он на орась. Коралл, нет! Я все объясню! Коралл? Я на ту девку и не взглянул. Для меня есть только ты. Ты не коралл. Эй, ты не коралл. Суккуб. Морок. Где я? Да ладно. Тебя... Значит, это коралл. Его заколдовала. Значит, его заколдовала коралл? Очень на нее похоже. Я не встречала более вредной чародейки, чем она. Разве что. А коралл здесь нет? Тогда иди же ко мне, суккуб. А-а-а, понятно. Коралл приравновала к суккубу. Так, да-да-да, как тебя зовут? Как тебя зовут? Бедолага. Мы в Новиграде. В Новиграде. В Новиграде? Последнее, что я помню, это... Оксенфурта и коралл в бешенстве. Как она может требовать верности, когда сама порхает, как... Ну, как... Как деревенский мол. В самую дочку. Зараза. Чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо коров. Не знаю, что она со мной сделала, но вижу, вы спасли меня от беды. Да-да-да. Вот, возьми. Пойдите, развлекитесь в городе. С тех пор, как ты спал с коралл, ее вкус значительно ухудшился. Ладно, идем. Наш славный господин сам о себе позаботится. Ох уж эти суккубы, ох уж эти суккубы. Так, идем, и мы, извините, как-то расстались с Трис, но выгли... Статуэтка Древи... Дровянина. А куда нас завела Трис? Какой-то она, говорит, выглядит как убежище вампира. Давайте-ка осмотрим его. Ну, вряд ли мы тут найдем, я так думаю, вампира. Собственно говоря, был бы здесь вампир, наверняка он бы уже дал о себе знать. Так, ну это то, что было со статуэтка. Там есть еще и... Упс. Да, это мы запрыгнули на стол, но все равно с полочки. Не, можем, можем, можем. Ну, медовая сутка вещь. Хорошая, полезная, вкусная и излечающая. Смотри, смотри! Так, какие у нас еще носки лиги у нас почему-то... Ага, опять перескинула носки лиги, друзья. Давайте посмотрим, что еще мы можем сделать из наших второстепенных заданий. А для этого я загляну в свой рюкзачок и посмотрю, там же были еще какие-то... Еще какие-то статуэтки. Вот, это была статуэтка. Теперь у нас предмет, необходимый для задания. Выдержанное вино. Серебряный цилиндр. Понятно, это все эти крышки, ключи. Вот, например, листья лопуха. Что еще? Вот, например, фигурка ящерицы. Необходимый для задания. Так, что у нас еще нового появилось? Ну, здесь понятно. Там мы что-то пособирали. Здесь тоже все понятно. Что-то из оружия. А, ну, две дубины мы собрали с этих бедолаг. Так, ладно, друзья, окей. Нам нужны... А, это все школа грифона. Да, я единственное не поставила в них пока что... Камешки. Ну, камешки мы поставим, никуда не денемся. Итак, задание. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Так. Сыр и темные силы. Это Велен, Бронник. Распутывая клубок. Это... Да, чудовище убивающее людей по ночам, друзья. Но это я так понимаю, что будет довольно долгое задание. Поэтому... В принципе, оставим... А что за банда Новиграда? Ах, это Тесак. О совместных поисках. Да, ребята, мы как-то ненаруком набрали много-много всяких еще заданий. Так, это Велен. Это... Черт. Это черт. И он ждет своего часа. Пока что по чудовищам у нас все большие уровни. Так, а вот по поводу сокровищ. По поводу сокровищ. Семнадцатый. Это школа кота. Да и... Школа волка, в принципе. Это... Карморхин. Так, Карморхин нам пока что не светит. А вот школа кота... Под храмовым островом. Давайте-ка посмотрим, где это. Или вот. Храмовый остров. Это же где-то здесь, в Новиграде, или где? Ну-ка, покажите мне карту. Ну да, ну да. Вот он, вот он, вот он. Так, ну что ж, плотва. Тяжко. Ой, тяжко. Где она? Вот она, вот она бежит откуда-то. Так, 300 мы навестили, но... Как-то странно мы поговорили. Она хотела с нами поговорить, и, наверное, не только... Вернее, не только о статуэтке. Явно не о статуэтке. Но мы перешли на неё, и вот, пожалуйста, вам результат. Вам пора. И как-то, честно говоря, я не совсем удовлетворена результатами наших уроков вехтования. Так, плотва, по ступенечкам можешь? Можешь ты ж. Хорошая лошадь. Веди себя прилично, ведьмак. Слушай, я более чем прилично себя веду. И, возможно, что за кадром, я не знаю, я посмотрю, есть ли у меня, остались ли у меня с охранки. Может быть, я даже переиграю. Задание с... Так, я здесь могу выйти? Могу, плотва, но, извини, без тебя. А, собственно говоря, по-моему, без тебя я и двигаюсь как-то быстрее. Так, а куда мы попали? Где мы? Это куда? А, это, по-моему, мы к этой розочке опять, что ли, попали? Не-не-не, бежим отсюда. Ты вздорная девица. Закрыто, закрыто, да, Геральд? Тебе теперь сюда. Вход закрыт. Что-нибудь случилось? Что? У меня под кроватью завелось чудовище. Ты его убьешь? Под кроватью чудовище. Обязательно. Это самый лучший заказ, который только может быть для ведьмака. Заняться чудовищем под кроватью. Еще лучше заняться чудовищем в кровати. Ну, это уже совсем другая история. Так, мне, очевидно, надо вот туда, на мостик. А мама говорила, что если я не буду есть обед, то превращусь. Суккуб. Вот так вот Суккуб опутал этого дворянина, что он даже не помнил, что, где он, как он. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Да, именно на этот случай. Так, ага, вот здесь вот я вроде как моста святого Города. Пешкожник. Здесь мы с вами еще не были, это храмовый остров. Спокойно, не орать. А это что? Свежая рыба. Так, свежая рыба. Почему глаза закрыты? Спит. Спит. Так. Остров Банасиков. Да, да, да. Видимо, на храмовом острове. Это нонсенс. Где-то здесь уже рядом. Уже где-то рядом. Ибо колдунья, это сосуд зла. Сосуд, а не зла. Это да, 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 да. Я тебя потерялся. Ой, слушай, а я как потерялась. Я даже уже... Тихо, тетка. А может ты здесь? Ну и ветер. О, так, подождите. Где-то на берег. Меня куда-то ведут на берег. Берегись, ублюдок. Так, сам берегись. На ведьмах. Да, 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 да. Еще один страшилок. Да как же туда попасть-то, к нам? Отлично. Высокий утес и серпантиновые дороги. Так. Ага, ага, ага. Где-то здесь. О, Геральд, 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 Геральд. Потихоньку. Потихоньку. Как же сюда спуститься-то так? Без ущерба для здоровья. Давай как-то так. Ой. Тихо, 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 тихо. Тихо, господи, да нет, нам явно не сюда. Подождите, подождите, подождите. В какие-то пещеры. Что нам надо-то? Осмотреть подземелье под храмовом острова. Все ясно. Все ясно, друзья. Я так думаю, что давайте-ка как-то-нибудь спустимся и... Ну что, очевидно, мне надо как-то нырять в эти подземелья. Я не вижу другого способа. Ага. Без пещера? Нет. Утопица-топица-топица-топица-топица. Берель, ты будешь стрелять? Нет, он не будет стрелять. Меня сейчас убьет этот дурацкий утопица. Ага, наконец-то он достал арбалет. Всплываем. Так, ну что я вам хочу сказать. Явно это не здесь. Вот тут какой-то пунктирчик легкий показался. И возможно, что... Мне придется достаточно долго искать туда вход. Потому что, как я и говорю, с географией и с поиском пути в этой игре у меня не очень. Так, он опять стопится. Мы его тоже прибили на всякий случай. Да, но утопцев тут очень-очень много. Вот поэтому побежали поскорее. Мне не совсем понятно, смогу ли я где-нибудь выбраться. Навиград, храмовый остров. Так, я здесь могу выбраться, берет? Нет. Нет. Нет, мы так и поплывем по этому морю. Вплавь до самого скеллиги, как я понимаю. Или все-таки можно? Да, можно. О, друзья. Так, ну что ж, мы с вами довольно долго тут плавали. Довольно долго тут искали входы-выходы. И, в принципе, я думаю, что здесь, на этом месте, мы с вами можем попрощаться и увидеться в следующей серии, в которой наверняка я постараюсь за кадром найти вход, который нам нужен, и, соответственно, найти те самые снаряжения, чертежи, снаряжения для школы кота. Поэтому заходите на мой канал, подписывайте, ставьте лайки, комментируйте. Огромное спасибо, друзья, всем, кто посмотрел эту серию. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok